Спасибо, добрый день, уважаемые коллеги. 15 минут. Спасибо. Молекулярная диагностика, термин для практического врача, непонятный, сложный и в чем-то таинственный. Поэтому я тоже начну с небольшой загадки. Есть две сестры, они всегда вместе, идут руко-обруку с начала времен. Какие у вас версии? Ноги. Лидия Евгеньевна? Солнце и Луна. Хорошая версия. Любовь и разлука также сюда может войти. Но для нас это медицина и философия. Действительно, в нашей профессии, конечно, мы отчасти всегда являемся философами. И давайте вспомним основной закон философии, что там у нас первичность, материя или сознание. Но для нас, медиков, этот вопрос немножко трансформируется в другую плоскость. Что является определяющим структура или функция. Сотни трактатов написаны на эту тему, тысячи копий, тысячу карандашей сломано. Но мы люди современные, высокообразованные и знаем, конечно, что это взаимоопределяющие термины и малейшие изменения одного не влекут за собой сразу же изменения другого. Перед вами суперкраткая история развития лучевой диагностики. И мы видим, что методы, которые занимаются структурной визуализацией, между ними вкрапляются и гармонично и интенсивно развиваются методы, которые занимаются изучением именно на уровне клетки процессов. Гамма-камера появилась уже в 50-х годах прошлого века, то есть молекулярной диагностики 60 лет. Еще раз акцентируем внимание, что есть структурные изображения, а что есть функции. Задачами для рентгенографии, для компьютерной, для магниторазначной томографии является четкое определение анатомии, взаимоотношения. И мы видим, насколько четкие снимки, насколько высокопространственное разрешение и хорошая визуализация мельчайших анатомических деталей. И причем структурное изображение хорошо получается как у живого организма, так и у неживого организма, что даже активно используется как альтернатива патологоанатомическим исследованиям. Обратите внимание на функциональные изображения. Они, скажем так, здесь все в тени, но это не их главная задача, а их самая важная задача – это то, что мы видим мгновенный снимок, как работает организм. Именно те клеточки, которые работают, здесь отображаются. Посмотрите на измененную печень, это измененный циррозом печени, что работает она не вся одномоментно, а там имеются узлы. Скрыть недостаток такой низкопространственной визуализации позволяют гибридные методы исследования, которые совмещают с собой структурную визуализацию и функциональную. Об этом сегодня будет Июрий Николаевич подробненько рассказывать в своем сообщении. Я поклонник МРТ, и вторая задача нашей презентации – рассказать, что такое диффузионно-взвешенное изображение. На самом деле МРТ уникальный метод, который четко показывает не только структуру, но и различные аспекты функционирования организма. И диффузионно-взвешенное изображение – лишь одно из функциональных методик. А на самом деле с помощью этого мы определяем диффузионно-трактографию, тракты головного мозга, МР-перфузию. Мы видим, как реагируют различные участки мозга на различные стимулы, это функциональные МРТ. И спектроскопии сегодня тоже из нашего дружественного центра будет доклад, посвященный спектроскопии. Итак, при диффузионно-взвешенном изображении мы регистрируем хаотичное тепловое броновское движение молекул воды. И цвет на снимке также зависит целиком от скорости этого движения. Посмотрите, вот эти изображения тоже не структурные, они несколько смазанные, немножко мультяшные. Чем больше скорость движения воды в желудочковой системе и суббрахнальной пространстве, тем интенсивность выше. И, соответственно, чем плотнее расположены клеточки, тем более низкой и ограниченной является диффузия. Здесь показано состояние практически нормального организма. Синенькие кружочки – это молекулы воды схематично изображены. Здесь в условиях отека клеток и, соответственно, в условиях онкологического процесса, когда клетки также увеличены. Итак, области применения диффузионно-взвешенных изображений крайне велики. Это и раннее выявление острых нарушений мозгового кровообращения, и диагностика различных миелинопатий, и прогноз постгипоксических поражений становится очень важным для невропатологов. Лор-патологии также очень интересны. Воспалительные заболевания кишечника, очаговые поражения, перенхематозных органов, и всех интересует, конечно, онкопоиск, особенно у ревматологических больных и совершенно другие. Острые нарушения мозгового кровообращения, к счастью, у детей случаются гораздо реже, чем у взрослых, но пик этих нарушений происходит именно в первый месяц жизни, в особенности в первую неделю. Это связано с транзиторной полицитомией и транзиторными нарушениями системы гемостаза. Здесь представлен случай мальчику 9 дней, в первую неделю все было хорошо, поступает на 8 сутки жизни с диагнозом судороги новорожденного. Видно, что акушерский анамнез не отягощен, хороший вес, хорошая оценка по АПГАР, и состояние ухудшилось именно на 7 сутки. Ребеночку делают МРТ, мы видим, что на структурных изображениях практически все нормально, однако посмотрите, как на диффузионно-взвешенных изображениях ярко горит правое полушарие. И вот на картах диффузии это место темное, то есть здесь истинное такое ограничение диффузии вследствие внутриклеточного цитотоксического отека. Мы делаем исследование в динамике через 9 дней и видим, что здесь уже видны изменения и на структурных МРТ, Т2, Т1 изображения, происходит уже кистозная трансформация. Но диффузия здесь уже спокойна, то есть острый процесс ушел. Дифф-диагностика миелинопатей при различных ее формах по-разному реагирует миелин, то есть иногда возникает внутри миелиновый отек. То есть такая картина тоже характерна для определенных картин и помогает в дифф-диагностике миелинопатей. Здесь мы видим, как ограничена диффузия определенных трактов, это заднее бедро внутренней капсулы и ядра таламуса. В лор-патологии тоже очень важно использовать диффузионно-взвешенное изображение. Очень важно, что здесь используются не те изображения, которые используются для головного мозга. Здесь используют более медленные программы, но опять же они гораздо менее чувствительны к артефактам костной ткани. Сравните, допустим, обычное диффузионно-взвешенное изображение. Мы видим такие белые полоски, артефакты от костной ткани. И на другой последовательность более медленной этих артефактов нет. Дифф-диагностика холестеатома крайне важна. Холестеатома – это опухолевидное образование, в котором содержатся клетки слущенного эпителия и гранулы холестерина. И имеется очень характерная картина, имеется очень большое ограничение диффузии. На обычных диффузиях это, наоборот, светлый участок. Это практически стопроцентная специфичность для холестеатома. В то время как на других структурных методах это все крайне неспецифично и просто видим, как снижение воздушности локальной в височной кости. Вот этот участок и вот это – это как раз холестеатома. Парацентзелярное образование. Диффузионно-извешенное изображение очень чувствительное к выявлению абсцессов, в которых содержится гной, который представляет собой скопление лейкоцитов. Здесь у нас обычное структурное изображение Т2. Видим, что в заглоточной области в миндалине имеется лакона. Но мы получаем ограничение диффузии на картах диффузии. В этом месте здесь светлое. То есть это все очень специфично как раз для гноя, для паратентзелярного абсцесса. Здесь у нас девочка 13 лет, у которой в течение двух лет были жалобы на повышение температуры, слабость головной боли. В дальнейшем присоединилась анизокория, поперхивание. Причем, когда сделали МРТ головного мозга и спинного мозга, то изменений не было. И лишь когда пригляделись и захватили область шеи, увидели новое образование в заглоточной области слева. Так оно выглядит на структурной Т2 взвешенном изображении. Но на диффузии мы четко видим, что оно имеется темное на картах диффузии. Диффузия ограничена. Здесь у этой девочки выставлен диагноз каротидная хемодектома. Следующий это у нас мальчик 2 года 8 месяцев. Жалобы на боли в костях и суставах с полутора лет, которые усилили за последнее время. На рентгене тазобедренных суставов в начале заболевания все было хорошо. Однако при проведении МРТ мы видим в превортебральном пространстве вот такое образование, которое имеет очень ограничение диффузии на диффузионно-взвешенных изображениях. Это нейробластома, который вот так вот хорошо подтверждается, выявляется на диффузионно-взвешенных изображениях. Здесь представлены случаи врожденного образования. Это также нейробластома таких вот гигантских размеров, которые также имеют ограничения на диффузии. И кроме того, здесь множественные метастазы в печень. Смотрите, здесь вот поражена практически вся печень, тоже ограничение диффузии. DVI используется также при диагностике воспалительных заболеваний кишечника. Это такая красивая методика, когда мы видим тонкий кишечник, заполненный осматическим контрастом. И здесь мы видим утолщение терминальных отделов тонкой кишки. Вот так это выглядит на доконтрастном, так и на постконтрастном исследовании. И мы четко видим участок, что это сопровождается ограничением также диффузии, что характерно для такого воспалительного процесса. Итак, выводы очевидны, что методы молекулярной ядерной визуализации объективно и количественно оценивают именно функцию органа и являются незаменимыми в диагностике и контроле за лечением. И использование диффузивно-взвешенной МРТ значительно повышает эффективность диагностики различных патологических процессов. Мы только начали заглядывать сюда, впереди у нас новые докладчики. Спасибо за внимание.